и пережить Его больше, как когда-то это было. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что в этот прекрасный день, когда Ты основал церковь, и Ты сказал, что врата ада не одолеют ее, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня на протяжении двух тысяч лет Твоя церковь, она сильна, она как полки со знаменами, она стройная и сильная, она грозная. Благодарим Тебя, благодаря Духу Святому, который сошел на Твоих святых детей, она сегодня распространяется до краев земли. И мы благодарим Тебя, Отец, мы благодарим Тебя за эту привилегию, за этот подарок Святого Духа, что Ты, живущий в нас, Святой Бог, живешь в нас Духом Святым. Слава Тебе! И мы сегодня нуждаемся Тебе по-особенному. Дай нам пережить Тебя больше, дай нам пережить Тебя глубже, дай нам познать Тебя больше, потому что Ты вчера и сегодня и вовеки тоже, Господь. Дай нам свежесть от Тебя, близость от Тебя. Господь, мы жаждем Тебя. Дух Святой, мы жаждем Тебя. Краидю, глор, бараф, роман и глобире, клайдес. Мы хотим Тебя больше, Господь. Пусть сегодня Твоя благодать, пусть сегодня ревность по Тебе, она сегодня, Господь, пробудится в нас, чтобы мы жаждали Тебя, как жаждущая земля, ища Тебя. Господь, Ты приходишь на иссохшее, Ты приходишь там, где Тебя хотят, где Тебя жаждат, где, Господь, сегодня просто мы хотим этого, Господь. Мы хотим, Господь, новое, Господь, свежесть от Тебя, в Духе Святом. И мы благодарим Тебя, арабара и щербара и гломинес, благословляем имя Твое. Благодарим Тебя за этот прекрасный день. И сегодня, Дух Святой, обними каждого, кто пришел в дом молитвы, окутай Твоей любовью и благодатью Твоей, и пусть Твоя слава придет во имя Иисуса Христа. Мы Тебя любим, наш от Тебец и Отец. Мы Тебе поклоняемся, всемогущий наш Бог, во веки веков. Аминь. Будем поклоняться дальше. Жертва Иисуса Христа Я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа Я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа Я омыт от греха. Через смерть Иисуса Христа Мне дана Мне дана Жертва Иисуса Христа Жертва Иисуса Христа Я омыт. Я омыт от греха Благослови, 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 душа моя, Господа. И не забывай те благодия его. Жертва Иисуса Христа Я спасен Я спасен от огня Благослови, Благослови, душа моя, Благослови, душа моя, Господа. И не забывай те благодия его. Благослови, Благослови, душа моя, Господа. И вся внутренность моя Святое имя его. Благослови, душа моя, Господа. И не забывай те благодия его. Я векал в конскую жертву, кровь святую твою, Жизнь вечную, То, что имя мое Зависано на небесах. Да, я верю. Я векал в конскую жертву, кровь святую твою, Жизнь вечную, То, что имя мое Зависано на небесах. Да, я верю. Я векал в конскую жертву, кровь святую твою, Жизнь вечную, То, что имя мое Зависано на небесах. Скажи, я верю. Я верю в конскую жертву, кровь святую твою, Жизнь вечную, То, что имя мое Зависано на небесах. На небесах. Да, я верю. Я верю в конскую жертву, кровь святую твою, Жизнь вечную, То, что имя мое Зависано на небесах. 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 Наше имя записано на небесах Славим Тебя, Царь наш Славим Тебя, Господь наш Мы верим в Голговскую жертву Твою святую кровь, пролитую за нас Когда мы слабые, мы имеем силу через жертву Твою Аллилуйя, Ты даешь нам силу Ты даешь нам благодать Мы поклоняемся Тебе, Иисус Честь себе Аллилуйя, Аллилуйя, Господь Скажет слабый, я силен Скажет бедный, я покат Скажет вижу тот, кто слеп Все это сделал Бог во мне Скажет слабый, я силен Скажет бедный, я богат Скажет вижу тот, кто слеп Все это сделал Бог во мне Асана Тебе Асана, Асана Будем петь Иисус Тебе Асана, Асана Будем петь Иисус Тебе Асана, Асана Иисус Тебе Иисус Тебе Асана Иисус Тебе Асана Иисус Тебе Поднимусь я из глуби Найду я жизнь в руках Твоих Буду петь, что во Христе Новая жизнь в воскресе Асана, Асана Асана Будем петь Иисус Тебе Асана, 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 Асана Ты не урастал, но все у нас есть Асана, Асана Будем петь Иисус тебе Асана, Асана Ты не урастал, но все у нас есть Скажет слабый, я силен Скажет бедный, я пока Скажет вижу тот, кто сел Все это сделала Бог во мне Аллилуйя, Господь наш Ты все сделал для того, чтобы мы имели жизнь в благочестии Ты все сделал ради нас Чтобы мы могли поклоняться Тебе в простоте и свободе, Господь Слава Тебе, Иисус Мы будем петь и превозносить Твое имя За Твою милость к нам Мы нуждаемся каждый день нашей жизни Каждый шаг в нашей жизни Мы нуждаемся в Тебе Аллилуйя Мы никто без Тебя На пол наших сердцах Живим потоком Аллилуйя Окружи меня, дух святой Окружи меня, дух святой Огними меня, подними Над землей, над землей, над землей Огними меня, подними Над землей, над землей, над землей Прикоснись ко мне, дух святой Прикоснись ко мне, дух святой Погними меня, подними Над землей, над землей Погними меня, подними Над землей, над землей Я в ладонях Твоих Я в ладонях Твоих Я в ладонях Твоих Ощущаю любовь Я в ладонях Твоих Я в ладонях Твоих Я в ладонях Твоих Я в ладонях Твоих Ощущаю любовь Я в ладонях Твоих Я в ладонях Твоих Я в ладонях Твоих Ощущаю тепло Любимый отец Любимый отец Окружи меня тут святой Окружи меня тут святой Подними меня, подними Над землей, над землей, над землей Подними меня, подними Над землей, над землей, над землей Прикоснись ко мне, Дух Святой Прикоснись ко мне, Дух Святой Подними меня, подними Над землей, над землей, над землей Подними меня, подними Над землей, над землей, над землей Я в ладонях Твоих Я в ладонях Твоих Ощущаю любовь Я в ладонях Твоих Ощущаю тепло Любимый отец Любимый отец Любимый отец Я в ладонях Твоих Я в ладонях Твоих Ощущаю любовь Я в ладонях Твоих Ощущаю тепло, Любимый отец, Любимый отец. Любимый отец, Любимый отец, Любимый отец. Над землей, над землей, подними меня, подними. Над землей, над землей, над землей. Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто, Наполняй своей силой и славой. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто, Наполняй своей силой и славой. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто, Наполняй своей силой и славой. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто, Наполняй своей силой и славой. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто, Наполняй своей силой и славой. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто, Наполняй своей силой и славой. Дух Святой. Аллилуйя, Аллилуйя, Ищу Тебя, Дух Святой. Аллилуйя, Аллилуйя, Я нас жду встречи с Тобой. Аллилуйя, Аллилуйя, Ищу Тебя, Дух Святой. Аллилуйя, Аллилуйя, Я нас жду встречи с Тобой. Аллилуйя, Аллилуйя, Ищу Тебя, Дух Святой. Аллилуйя, Аллилуйя, Я нас жду встречи с Тобой. Аллилуйя, Аллилуйя, Ищу Тебя, Дух Святой. Аллилуйя, Аллилуйя, Я нас жду встречи с Тобой. Аллилуйя, Ищу Тебя, Дух Святой. Покружи меня, Дух Святой. Над землей, Над землей, Над землей. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, что Ты созидаешь церковь свою на этой земле. Из таких разных людей, разных сословий, разных характеров. Господи, ну Ты делаешь, уравняешь, уравниваешь всех, потому что Ты искупил. Кровь Иисуса Христа была заплачена одна за всех людей, за богатых и бедных, за черных и белых, за других национальностей, за всех народов земли, за всех миллионов и миллиардов людей. Кровь была заплачена одна, одна цена. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты созидаешь церковь по всей земле, из всех народов, из всех племен, из всех языков. Ты созидаешь церковь, невесту себе, чтобы там встретиться, когда Ты придешь за ней, Иисус, чтобы встретиться там на облаках с церковью, с невестой своей. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты трудишься, и сегодня Ты трудишься над нашими сердцами. Ты говоришь в наши сердца, в Дух наш, Ты хочешь изменять нас в образ Иисуса Христа. Помоги нам, о Дух Святой, прославить Иисуса на этой земле, через нашу жизнь, через наши поступки, через наши слова, через насослужение людям и друг другу. Помоги нам, о Дух Святой, прославить Иисуса, восхвалить Иисуса во всем. Мы не можем сами по себе, потому что мы всего лишь человек. Но Ты, Бог, Ты можешь сделать из невозможного, Ты сделать можешь возможное, Господь. Все, что нам невозможно, для Тебя все возможно. Что для нас естественно, для Тебя это сверхъестественно, Господь. И может быть для нас непонятно нашему разуму, но Ты можешь сделать невозможное. Слава Тебе, Иисус, слава Тебе, благодарим Тебя, Дух Святой. Продолжи это собрание. Также дальше созидай, говори в наши сердца, в наш Дух, через слово, которое будет звучать, через это служение, которое мы будем совершать. Благодарим Тебя. И сейчас помоги нам с благодарным сердцем, принося Тебе десятины приношений. Вкладывай в Твое Царство, чтобы оно могло расширяться, чтобы оно могло распространяться и служить для Царства Твоего, Господь. Благодарим Тебе, благодарим Тебе за все, что мы имеем, Господь. Единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе, желаешь и ты. Не сила крови, крови крыста. В сердце Крестову свободу войти, Не сила в Его крови. Сила Божья, животворная, Крови и Господь. Христа, Сила Божья, Животворная, Драгоценной Крави Христа. Хочешь ли гордость и страсть умереть, И силам крови, крови Христа? Может, Христос, Местой век удари, И силам Него крови? Сила Божья, Животворная, Драгоценной Крави Христа. Сила Божья, Животворная, Драгоценной Крави Христа. Хочешь ли гордость и страсть умереть, И силам крови, крови Христа? Драгоценной Крави Христа. Хочешь ли гордость и страсть умереть, И силам Него крови? Сила Божья, Животворная, Драгоценной Крави Христа. Хочешь ли гордость и страсть умереть, И силам Него крови? Сила Божья, Животворная, Драгоценной Крави Христа. Хочешь ли гордость и страсть умереть, И силам Него крови Христа? Сила Божья, Животворная, Драгоценной Крави Христа. Драгоценной Крави Христа. Драгоценной Крави Христа. Слава нашему Иисусу, И силам крови Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Женя Братья и сестры Я посмелюсь попросить, если можно, встанем Дух Святой, Тот, Который принес нам жизнь, силу дает нам Господь, Иисус, спасибо Тебе за Твои страдания Спасибо за то, что Ты умер за нас Ты сказал, я уведу Но придет утешитель, сойдет на Вас сила, Дух Святой Вы будете мне свидетелями Благодарим Тебя, Дух Святой Что Ты сошел на нас Мы имеем сил Ты Тот, Который утешаешь нас Ты Тот, Который обнимаешь нас Ты Тот, Который любишь нас Дух Святой Субтитры создавал DimaTorzok Я жажду близости с Тобой Спаситель мой Спаситель мой Пребудь со мной Во всякий час даренный день Пребудь со мной Спаситель мой Пребудь со мной Всегда во всем яви Ты мне Свою любовь Свою любовь Яви Ты мне Дай больше рвения к Тебе Дай крутость вновь Свою любовь Дай мне любовь Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял. Дай сердце чистым вознеси к Тебе, мой Бог, Мой дивный Бог, Ты мой покой. С тобою вечно жажду быть, прийди сейчас, Отрадай мне во всякий час. Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял. Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял. Кто я пред тобой, что узрел ты меня, Дал мне вечную жизнь, дал мне вечный покой. Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял. Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял. Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой обнял. Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял. Аллилуйя, Аллилуйя, воздайте Богу славу за Дух Святой. Пожалуйста, присаживайтесь. Аллилуйя. У нас сегодня прекрасный день. Мы сегодня празднуем величайшую дату, величайшее событие в сошествии Святого Духа на эту землю. Вы знаете, христиане привыкли больше всего праздновать два главных праздника. Обычно на Рождество церкви полные, но еще на Пасху церкви полные. Потому что люди считают, что Рождество Иисуса Христа и Воскресение Иисуса Христа – это два самых главных праздника. И, к большому сожалению, немногие христиане понимают важность того праздника, который мы сегодня с вами празднуем. Но праздник сошествия Святого Духа, он не менее важен, не менее значимый, чем Рождество и чем Воскресение Иисуса Христа. И только потому, что люди очень мало знакомы со Святым Духом. Только потому, что христиане мало проводят время со Святым Духом. Только потому, что христиане очень мало позволяют Святому Духу работать в их жизни. Для них День Сошествия Святого Духа – это наподобие как Благовещение, это наподобие как День Преображения. И вот наподобие этих праздников у них и праздник Сошествия Святого Духа. Но вы знаете, это событие, которое мы с вами переживаем, – это грандиознейшее событие вообще в истории человечества и Вселенной. Аллилуйя! И я хочу об этом сегодня немножко прочитать, и мы порассуждаем. Деяние апостолов, первая глава – это слова, которые записал Лука своему другу Феофилу о том, что делал Иисус, что делали апостолы. Написана первая глава, с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. До того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Святым Духом. Поэтому они, сойдя, спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свои власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илеон, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где пребывали, там перечисляются имена, все не единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами. И дальше мы читаем вторая глава. При наступлении Дня Пятидесятницы. День Пятидесятницы. Это день, когда Бог дал Тору через Моисея Израилю. Это был праздник, когда мужчины должны были приходить в Иерусалим. Это один из величайших еврейских праздников. День Пятидесятницы. И вот в этот день Пятидесятницы, когда Иерусалим был полон паломниками, которые пришли в Иерусалим на поклонение, в этот день, при наступлении Дни Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И там находились люди с разных стран, и они слышали, изумляясь, слышали их, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и не удомевая, говорили друг другу, что это значит. Иные, насмехаясь, говорили, что они напили сладкого вина. Петр же, став с одинностью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно. И внимайте слова моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное Пророком и Аилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа моего, и будут пророчествовать, покажу чудеса на небе, вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аллилуйя! Воздайте Богу славу! Вы знаете, если бы Святой Дух не пришел, все, что сделал Иисус, для нас было бы просто историческим событием. Оно не принесло бы нам никакой пользы. Все, что сделал Иисус, мы просто читали бы как хорошую, прекрасную историю. Но к нам оно не имело бы никакого отношения. Только Святой Дух делает жертву Иисуса личной для каждого из нас. Всю работу, которую Бог сегодня совершает на земле, всю работу, которую Бог сегодня совершает в церкви, всю работу, которую Бог совершает через церковь, он совершает только Святым Духом. Было время закона, была эра Иисуса Христа, сегодня эра Святого Духа. Послушайте, мы все с вами родились свыше только благодаря Святому Духу. Никто из нас не совершил покаяния без Святого Духа. Иисус сказал, что когда придет Святой Дух, Он обличит мир. Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Ни один из нас не осознал бы себя грешниками, если бы Дух Святой не открыл твои мои глаза. только Дух Святой открыл твои глаза, сердце, и ты вдруг обнаружил себя грешником. Это сделал Святой Дух. Слава Богу! Никто бы из нас не уверовал в Иисуса, если бы эту работу в нас не произвел Святой Дух. Никто бы из нас не назвал по-настоящему Иисуса Господом, если бы нам не помог в этом Святой Дух. Библия говорит, никто не называет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Мы никогда бы не стали новыми людьми, если бы это в нас не совершил Святой Дух. Он сделал нас новыми людьми. Слава Ему! Мы никак бы с вами не появились, не попали в Иисуса. Мы никак бы с вами не крестились в Иисуса, если бы этот процесс не сделал Святой Дух. Вода меня в Иисуса не погружает. В Иисуса меня погружает Святой Дух. Библия говорит, что мы одним Духом крестились в одно тело. И этот процесс сделал Святой Дух. Слава Богу! Все богатства жертвы Иисуса Христа становятся личным моими только благодаря тому, что Дух Святой это приносит в мое сердце и в мою жизнь. Только Дух Святой делает меня причастниками, причастником того, что сделал Иисус. Дух Святой делает эти все сверхъестественные, невидимые процессы. послушайте, всякий раз, когда мы приобщаемся к хлебу и крови, Дух Святой приобщает меня к телу и крови Иисуса Христа. Я делаю видимые вещи, но Дух совершает невидимые вещи. Дух Святой меня спас. В каком плане? Он меня избавляет. Он производит весь процесс освящения внутри меня. Он производит весь процесс преобразования внутри меня. Он меня научает на всякую истину. Он меня наставляет на Божьи пути. Он меня утешает. Он мне возвещает будущее. Всю работу, которую Бог сегодня производит в твоем и моем сердце, Он все это производит Святым Духом. Бог Отец на небесах. Иисус Божий Сын на небесах. Сегодня самый близкий кто с нами и в нас это Святой Дух. Он представляет Бога Отца и Он представляет Божьего Сына Иисуса Христа. Дух Святой изменяет нас. Дух Святой помазывает нас. Дух Святой преобразовывает нас. Дух Святой наделяет нас дарами. Дух Святой дает нам благодать. Дух Святой дает нам откровение. Дух Святой открывает нам Отца, Дух Святой приводит нас в Божью славу, Дух Святой делает нашу жизнь сверхъестественной, Дух Святой делает нас похожими на Иисуса Христа, Дух Святой изменит наши смертные тела, и они станут похожими на тело Иисуса Христа. Это сила воскресения Святого Духа, который сегодня живет внутри нас, и Дух Святой поднимет тебя от этой земли, когда загремит последняя труба, Дух Святой воскресит всех мертвых, которые умерли во Христе Иисусе, и Дух Святой изменит оставшихся в живых, и Он поднимет навстречу с Иисусом Христом. Аллилуйя! Всю работу на земле, послушайте, всю работу на земле, которая совершается сегодня в людях, совершает Святой Дух. Всю работу на земле, которая совершается через людей, совершает Святой Дух. И если бы меня сегодня спросили, что такое христианство, я бы сказал то, что когда-то говорил Павел. Христианство – это благодать Господа нашего Иисуса Христа, это любовь Бога Отца, и это общение Святого Духа. Это есть христианство. И мы все с вами призваны к общению Святого Духа. Иисус, живя на земле с учениками, они видели все, что Он делал. Они даже были какими-то участниками того, что Он делал. В их руках умножался хлеб. Они были посланы, не исцеляли больных, они изгоняли бесов. И они были в таком восторге, что рядом с ними такой прекрасный учитель, который накормит, когда надо, бурю усмирит, по воде ходит, который глаза открывает, уши открывает, проказу исцеляет, мертвых воскрешает, вот этот царь, с которым можно жить всегда. И они были такие счастливые, что они попали в число тех, которых Он выбрал для себя. Но когда Иисус ходил с ними, Он говорил, слушайте, я говорю о чем-то лучшем. Для вас лучше, что я пойду. Когда я пойду, что-то лучшее придет. Кто-то лучший придет. Я не могу сказать, что лучший. Но вы будете переживать что-то лучшее в вашей жизни. Он сегодня с вами, но он будет в вас. И это время намного лучше, чем ваше время лично со мною здесь. То, что вы видите, происходит, оно происходит вне вас. Вы видите чудеса, совершающие вне вас. Вы видите знамения вне вас. Но когда придет Святой Дух, Он все начнет делать внутри вас и через вас. Аллилуйя. И это намного величественней, намного могущественней и намного славнее. Когда придет Святой Дух, вы станете совершенно другими людьми. Я вам сегодня много говорю. Я вам сегодня много объясняю. Я говорю, открываю вам тайны царства. Но вы же ничего не понимаете. И я мог бы вам очень много сказать, но ваше ухо закрыто, ваше сердце каменно. Вы не способны принять. Но когда придет Святой Дух, с вами что-то произойдет. Когда придет Святой Дух, у вас сердце будет совершенно другое. У вас уши будут совершенно другие. Ваши глаза будут совершенно другие. Ваши цели будут совершенно другие. Ваши планы будут совершенно другие. Ваш образ жизни, стиль жизни, все будет совершенно другим. И вы из естественных станете сверхъестественными. И те дела, которые сегодня я творю, вы их будете творить, и еще больше будете творить, потому что я киду к Отцу, а вместо меня придет другой. Аллилуйя! И Он будет внутри вас. Дух Святой. Скажи, Дух Святой! Общение Святого Духа со всеми нами. Вы знаете, когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, Он был зачат от Святого Духа. Ангел Господень сказал Марии, Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемое у тебя будет святое. Иисус родился от Святого Духа. И когда Он прожил 30 лет, в момент водного крещения, когда Он крестился в Иоанново крещение, Библия говорит, когда Он вышел из воды, Дух Святой, видя голубя, сошел на Него, и был с неба голос. Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Дух Святой сошел на Иисуса Христа. И затем мы читаем немножко дальше. Иисус заходит в синагогу. Ему дают книгу про рока Исаии. И он начинает читать. 4 глава Луки, 17 стиха. Ему подали книгу про рока Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Ду Господи на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». Иисус провозгласил, «Я помазан Святым Духом, я помазан на определенное дело, я помазан на определенное служение. Божий Дух на мне, Он помазал меня, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господнее благоприятное». Все, что делал Иисус на земле, Он не делал своей собственной силой, Он не делал своей собственной властью. Все, что делал Иисус на земле, Он делал силой и властью Святого Духа. Когда мы читаем Деяния апостолов, апостол Петр в доме Корнилия, и он говорит такие слова, 10 глава Деяния. Петя, дай мне водичку. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Бог помазал Иисуса Духом Святым. Поэтому, когда Иисус ходил, Он исцелял больных Духом Святым. Он воскрешал мертвых Духом Святым. Он очищал прокаженных Духом Святым. Он изгонял бесов Духом Святым. Написано, Он принес Себя в жертву Духом Святым. И воскресил Его из мертвых. Дух Святой. От самого начала до самого конца все, что делал Иисус, Он все делал Духом Святым. Давайте посмотрим на жизнь апостолов. Жили обыкновенные простые люди. Кто-то занимался бизнесом. Ну, по крайней мере, мы знаем, четыре были рыбаками. Это был их бизнес. Один тоже имел, хотя позорный, но очень доходный бизнес. Пятеро были бизнесмены. Семеро? Не знаю. простая жизнь, планы, цели, работа, семья, дети. Какие-то желания, какие-то проблемы. И вдруг появляется Иисус подходит и говорит, иди за мной. Два слова. Люди оставляют все. Этот оставляет деньги, другие оставляют сети, оставляют свои лодки и пошли за Иисусом. У них была жизнь такая, как будто у них нет жен, как будто у них нет детей, как будто у них нет планов, как будто у них нет целей, как будто у них нет никаких желаний. Их жизнь радикально поменялась. Они жили так, как будто они находились в параллельном мире Они вроде среди людей Но они как и не от этого мира Каждый день они слышат о царстве Каждый день они слышат Божье слово Каждый день они находятся в присутствии Божьего Сына Он им говорит о царстве, он говорит о престолах, он говорит о славе И вот так проходит три с половиной года Они живут, но если так сказать, вне себя Они не понимают, что с ними произошло Они не понимают, куда они попали Они даже не представляют, чем все это закончится И вот Иисус ходит с ними Они счастливые, радостные И вдруг Он им начинает говорить Меня убьют, я воскресну, я уйду Другой придет Абсолютно ничего не понимают Ни о смерти, ни о воскресении Ни о другом, который должен прийти Ничего они понимают И Он говорит, придет другой Научит другой Наставит, утешит, возвестит будущее Лучше, когда Он придет И вдруг На их глазах Берут учителя Бьют И распинают На их глазах Умирают все их надежды На их глазах умирает их будущее На их глазах умирает вся их новая жизнь Только по одной причине Что они не понимали Что Он говорит, умру и воскресну Уйду, а другой придет Они не понимали И они пережили такой кризис Разрушение всех их планов, целей и желаний Полнейшее уныние Полнейшее неверие Полнейшее депрессия Полнейшее разочарование И вдруг им говорят Иисус живой И Он приходит к ним И является им себя живым Боже, это было воскресение из мертвых Что-то с ними произошло Иисус говорит А теперь идите, расскажите всем Что Я живой Что Я Господь Что смерть и ад побеждены Что дела дьявола разрушены Что темницы открыты Что свобода есть Исцеление есть Прощение есть Пойдите, расскажите всем И они готовы бежать И вдруг Он опять с ними говорит Как мы здесь читаем первую главу Деяния Он опять с ними встретился и говорит им Не отлучайтесь от Иерусалима Пока никуда не идите Пока никуда не уйдите До тех пор, пока на вас не сойдет Святой Дух Через несколько дней С вами что-то произойдет Через несколько дней Вы переживете то, о чем Я вам говорил много То, что Я вам обещал много Поэтому не уходите из Иерусалима Он говорит Не уходите Господи, Ты в это время Царство Божие восстанавливаешь Ребята, не о Царстве Сейчас разговор Я говорю о великом переживании О Святом Духе, который придет И поселится в вас И вы будете моими свидетелями Это поручение, которое я вам даю Идти до края земли Вы исполните только при одном условии Когда до вас сойдет Святой Дух Иначе у вас ничего не получится Поэтому будьте в Иерусалиме Пока не придет Святой Дух И вдруг На их глазах Он начинает подниматься Они не ожидали Он им не говорил Знаете, у нас сегодня прощальный вечер Я завтра от вас ухожу Нет, он просто с ними разговаривает И вдруг на их глазах Он начинает подниматься И они поняли Он пошел Через несколько дней Что-то должно произойти Они вернулись в Иерусалим И они начали молиться Они ожидали в молитве Что-то сверхъестественное Должно с нами произойти Что-то чудесное Должно с нами произойти И вдруг наступает праздник Пятидесятницы Толпа людей в Иерусалиме Они молятся И вдруг шум с неба Как несущегося сильного ветра Это как ураган Который наполнил их дом И вдруг на каждом из них Почли огненные языки пламени И они вдруг исполнились Духа Святого И они начали говорить На иных языках Этого переживания Никогда не имели Что-то произошло Внутри них Они вдруг перестали Себя узнавать Вдруг в сердце Пришла какая-то Сверхъестественная вера Вдруг в сердце Пришла какая-то Сверхъестественная смелость Вдруг глаза открылись Вдруг мозги просветились Вдруг они начали понимать То, что они не понимали Вчера и третьего дня Вдруг они начали видеть себя И друг друга Совершенно другими глазами В одно мгновение Произошло сверхъестественное чудо Обыкновенные люди Стали необыкновенными И это чудо сделал Святой Дух Аллилуйя И когда они наполнились Святым Духом Они начали говорить О великих Божьих делах Перед этим они все боялись Они, прячась от иудеев Закрывали двери на замки А теперь они громогласно Славят Бога Посреди толпы людей Не боясь смерти Не боясь преследований И они говорят о Божьих делах Люди в изумлении Что произошло? Петр встает и начинает проповедовать Это обещанное от Бога Бог сказал И зальет Духа моего Да всякую плоть И он проповедует об Иисусе Он говорит о Святом Духе И первая жатва Три тысячи человек Аллилуйя Они опять вернулись В параллельный мир Они поняли Что есть жизнь совершенно другая Есть жизнь Божьего Царства Есть жизнь Божьей славы Есть жизнь Божьих чудес Есть жизнь Божьей воли Совершенно другая жизнь Ты на земле Но ты не земной Ты в этом мире Но ты не от мира Ты вроде в теле А живешь по духу Ты живешь на земле А собираешься на небесах Ты живешь на земле А думаешь про небеса Ты видишь земное Но ценишь вечное Совершенно другая жизнь Совершенно другая жизнь Скажи совершенно другая жизнь И даже не такая Какой мы с вами живем Совершенно другая жизнь Совершенно другая жизнь И они шли И они говорили И то, что Иисус говорил Дух Божий на мне Он помазал меня И я уверен Это помазание Которое было на Иисусе Это же помазание Пришло на учеников Они пошли Бесов изгоняют Больных исцеляют Темницы открывают И Евангелие проповедуют Это есть реальность Святого Духа Аллилуйя И Петр сказал Что это обетование Оно принадлежит вам Детям ваших И всех Кого призовет Господь Это принадлежит тебе Если ты рожден свыше Это принадлежит мне Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Это так прекрасно Несколько мыслей Первое Вы знаете, что Мы имеем общение С Богом Отцом Когда ученики говорили Господи, научи нас молиться Он говорит Молитесь же так Отче нас Наш То есть Иисус говорит Что когда мы молимся Мы обращаемся К нашему небесному Отцу Поэтому Мои отношения с Богом По вертикали Когда я прихожу к Богу Я не могу Прийти к Богу Просто так Я не могу Прийти к Богу Сам Там Между Мною и Богом Есть дверь И эта дверь Называется Иисус Иисус говорит Я есть путь И никто не приходит К Отцу Как только Через Меня Иисус Иисус говорит Вы до ныне Ничего не просили Во имя Мое А теперь Просите Во имя Мое Поэтому Когда я прихожу К Богу Когда я прихожу К Богу Отцу К престолу Божьей Благодати И милости Я всегда прихожу Через Иисуса Христа Скажи Через Иисуса Христа Нет другого пути Божьего присутствия Как только Через Иисуса Христа А теперь Послушайте Все Что я Приходит От Отца Мою Жизнь Оно Все Приходит Через Святого Духа Скажи Святого Духа Оно Все Приходит Через Святого Духа Бог Отвечает На твои Молитвы Через Святого Духа Бог Решает Твои Проблемы Через Святого Духа Бог исцеляет твои болезни через Святого Духа. Даже вот мы читали, первая глава написана, Лука говорит, что Он, который Он вознес, отдав Святым Духом повеление апостолам. Даже слова, которые Иисус говорил, Он говорил Святым Духом. Бог открывает твои глаза Святым Духом. Бог дает тебе откровение Святым Духом. Бог тебя помазывает Святым Духом. Бог преобразовывает тебя Святым Духом. Поэтому я через Иисуса прихожу к Отцу, и Отец через Духа Святого отвечает мне. Я через Иисуса прихожу к Отцу, приношу мою просьбу. Бог через Дух Святой решает мою проблему. Аллилуйя! Поэтому мое общение, оно с кем на земле? С Духом Святым. С Духом Святым. Вы знаете, я слышал разные проповеди, но когда я внимательно читаю Писание, я прихожу к такому заключению. Мы молимся Отцу. Мы просим Отца. Он делает Духом Святым. Иисус, живя на земле, все делал Святым Духом. Но вы знаете, я не нахожу ни одного места, где бы Иисус обращался к Святому Духу. Или, может, кто-нибудь видел, где Иисус обращался к Святому Духу. Иисус все время молился Отцу. А все делал Святым Духом. Говорил Святым Духом. Проповедовал Святым Духом. Воскрешал мертвых Святым Духом. А молился Отцу. Мы нигде не видим, чтобы апостолы молились Святому Духу, обращались к Святому Духу. Они обращались к Отцу. И они говорили, восстали на Сына Твоего. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Я не понимаю все, как это происходит. Но я понимаю, что они молились Отцу. Иисус молился Отцу. Благодарили Отца. Превозносили Отца. И приносили жертву Богу Отцу через Иисуса Христа. А Бог все отвечал Святым Духом. Аллилуйя. Зачем же пришел Святой Дух? Библия говорит, что Бог дает Святой Дух повинующимся Ему. Иногда христиане рассматривают Дух Святой это какую-то силу от Бога, которую я могу пользоваться в моих интересах, в моих желаниях, в моих планах и в моих целях. Но это совершенно не то, о чем говорит Писание. Дух Святой – это Бог, живущий внутри меня, у Которого есть планы, цели, желания и намерения. И у Него желание изменить меня в Его образ. У Него желание исполнить на земле Его желание, Его волю. Другими словами, Дух Святой, Он от самого начала до самого конца занимается строительством церкви. Он спасает людей, Он взращивает людей, Он преобразовывает людей, Он изменяет людей, Он освящает людей, Он приготовляет людей, и Он представляет Иисусу готовую церковь. Весь этот процесс выполняет Святой Дух. И когда Дух Святой приходит в мою жизнь, Он приходит, чтобы иметь со мной отношение, только не я главный, а Он главный. Он имеет со мной отношение по принципу, что Он Господь, что Он впереди, что Он говорит, что Он направляет, что Он повелевает, а я повинуюсь. Знаете, что я понял? Почему наша жизнь плоская, полумирская? Потому что мы живем просто своей жизнью. Почему не можем мы делать то, что Иисус сказал делать? По одной причине, мы просто живем своей собственной жизнью. Вы знаете, что Бог заинтересован в нашем внутреннем преобразовании больше, чем мы. Вы в это верите? Кто верит, подними руку. Но создается такое впечатление, что мы молим, Бог, ну измени меня, Бог, ну измени меня, но Он как будто не хочет меня изменять. Вы знаете, что Бог желает действовать через тебя и меня больше, чем мы об этом желаем. А Бог через меня не хочет действовать. Хочет. скажи, желает действовать через меня. Кто Ему не дает? Мы не даем. Мы не даем. Есть две жизни. Есть жизнь по плоти, есть жизнь по духу. Дух Святой пришел, поселился в мой дух со своими желаниями, со своими планами, со своим царством, с замечательными планами и целями и говорит, прости. Не хочу. Попроси прощения. Пусть и Он попросит. Дай. А почему я должен? Пожертвуй. А почему я? Ну хорошо, такими останешься, какой ты есть. Вы понимаете, что Дух Святой Он никого не будет заставлять ничего делать. Он никого не заставляет. Он джентльмен. Джентльмен. Он абсолютно считается с нашей свободной волей. Он говорит, если ты меня будешь слушать, я тебя научу и наставлю на всякую истину. Если ты будешь слушать мой голос, ты избежишь всех проблем. Ям, сетей, капканов, которые дьявол построил для тебя. Самое лучшее, что ты можешь сделать для себя, это слушать меня. Самое худшее, что ты можешь сделать для себя, это делать так, как ты считаешь правильным. И Он живет в нас. И Библия говорит, Он производит в нас и желания, и действия по своему благоволению. И Его цель, чтобы твоя жизнь была благословенная. И Его цель, чтобы твоя жизнь была помазанная. Чтобы твоя жизнь была свободная. Чтобы жизнь твоя была победоносная. Чтобы твоя жизнь была наполнена Божьей славой. Это Его желание. Бог говорит, только я знаю намерение, которое имею у вас. Намерение во благо, не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Аллилуйя. Он говорит, ты даже не представляешь, что я для тебя приготовил. Но я тебя туда не заведу, если ты не захочешь. И если ты не будешь слушаться меня, я же ничего не смогу сделать. Поэтому, когда на учеников сошел Святой Дух, с ними, у них в жизни все поменялось. Послушайте, когда Дух Святой сошел на Иисуса, Он повел его, Дух Святой повел его, знаете, куда повел его? К дьяволу повел его. Дух Святой повел его дьяволу для искушения от дьявола. Он не сам туда пошел, Он не случайно туда попал, Дух Святой повел его туда. И Иисус пошел, куда его повел Святой Дух. Бог сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, для которого я их избрал. Бог сказал, у меня есть план для них, отделите их для меня. их отделили, возложили руки, предали благодати, и они пошли. Они пошли и проповедуют. И Дух Святой не пустил их туда, потом Дух Святой не пустил их туда, а потом Дух Святой говорит, идите вот туда. И они ходили, куда их посылал Святой Дух. И их жизнь была полна Божьей славы. Аллилуйя! Послушайте, твоя и моя жизнь, она будет полна Божьей славы, если мы научимся слышать, понимать и повиноваться Святому Духу. Это все, что нам надо проводить время с Ним, слушать голос Его и делать все, что Он будет говорить. Простая арифметика. Кому непонятно? Все очень просто. Мы иногда настолько усложняем Библию, настолько усложняем Евангелие. А Евангелие так просто. Бог говорит, я живу в тебе. Мои желания тебе самые лучшие. Просто делай то, что я тебе буду говорить. И Он всегда говорит то, что написано в Писании. Он никогда не противоречит Евангелию. Он обязательно направит тебя в Библию. Он обязательно будет говорить тебе то, что говорит Божье Слово. И когда мы шаг за шагом повинуемся Ему, Он преобразовывает нас в образ Иисуса Христа. Аллилуйя. Послушайте. Иисус сказал ученикам, когда сойдет на вас Святой Дух, вы будете Мне свидетелем. В Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до края земли. Это одна из фундаментальных назначений Святого Духа. Спасти все, которых можно только спасти. И если человек проводит время в общении со Святым Духом, такого не может быть, что он наполнен Святым Духом, но его сердце не болит за спасение погибающих людей. Послушайте, такого быть не может. Дух Святой обязательно тебя пошлет к твоему ближнему, к твоему соседу, к твоему однокласснику, к твоему сослуживцу, соработнику. Дух Святой обязательно тебя куда-то пошлет. Не обязательно в Африку, не обязательно до края земли, но к кому-то он тебя обязательно пошлет. Это его миссия на земле. Дух Святой будет открывать тебе Иисуса, Дух Святой будет открывать тебе людей, Бога Отца, и Дух Святой откроет твое сердце для людей. Ты не останешься равнодушным к людям, которые окружают тебя. Дух Святой обязательно тебя поведет к Божьему Слову. Обязательно поведет тебя к Божьему Слову. Если нет аппетита Божьего Слова, нет отношений со Святым Духом. Если не тянет проповедовать Евангелие, нет отношений со Святым Духом. Да, Он в нас, да, Он живет, но между нами огромная пропасть. Наша жизнь может прожить естественно и закончиться естественно, а может она пройти сверхъестественно и закончиться сверхъестественно. И всю разницу сделает Святой Дух. Какую жизнь ты хочешь прожить? Какую жизнь ты хочешь прожить? Жить, как люди живут. Искать, что люди ищут. Желать, что люди желают. Ценить, что люди ценят. Прилепляться, чем люди притрепляют. Хвалиться, чем люди хвалятся. Или пожелать вечного. Пожелать небесного. земная жизнь пройдет. Земная жизнь пройдет. закончится. Очень быстро. Очень быстро. Я помню, мне было семнадцать. А уже слава Господу. Скоро дом. Скоро встреча с отцом. Вся наша жизнь без тебя пролетит. Знаете, как Бог сказал тому безумцу? И кому это все надо? Вся твоя суета, головные боли, нервы, ссоры. Ради чего? Ради того, что все сгорит? Ради того, что все оставишь? Ради чего все это? Есть другая жизнь, в которой жил Иисус. Есть другая жизнь, в которой жили апостолы. Есть совершенно другая жизнь во Христе Иисусе. Жизнь, наполненная Святым Духом. Аминь. Твоя жизнь будет полна подвигов. Твоя жизнь будет полна приключений. Твоя жизнь станет интересна. Дух Святой может тебя тоже когда-то к дьяволу поведет, но Он обязательно тебя выведет. Он даст тебе победу. И ты будешь переживать эти победы в своей жизни. Ты будешь получать откровение от Него. Прекрасная жизнь со Святым Духом. Аминь. Давайте мы сейчас встанем. Мое желание, чтобы Господь пробудил наше сердце. Чтобы Господь открыл наши глаза. Чтобы Господь зажег свой огонь в нас. Чтобы нам опротивила плоская жизнь. Чтобы пришла мечта настоящей жизни во Христе Иисусе. Полноценной, победоносной и славной. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой наш Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы стоим пред Твоим лицом. Мы благодарны Тебе за Твою величайшую милость. Мы благодарны Тебе за Твою величайшую любовь. Отец, мы благодарны Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел на эту землю, чтобы заплатить ценой своей крови за наши грехи, за наши беззакония, чтобы очистить наши сердца, чтобы дать нам новую жизнь. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за величайший подарок Святого Духа, который пришел на эту землю и который однажды поселился в наших сердцах. Отец, мы благодарим Тебя. Ты отдал нам самое ценное, что Ты имел. Мы благодарим Тебя за то, что Твои желания, планы и цели о каждом из нас самые добрые, благословенные. Боже, мы благодарим Тебя за это. Боже, мы благодарим Тебя за это. За величайший шанс, за величайшую возможность быть в Твоем деле, быть в Твоей семье, быть в Твоем царстве и быть наполненными Святым Духом. Отец, благодарим Тебя. Отец, благодарим Тебя. Отец, благодарим Тебя. Отец, я молю Тебя, пробуди наши сердца. Отец, дай на покаяние. Отец, зажги наши сердца. Да придет твой Святой Дух и разобьет всякую твердыню, разорвет всякую цепь, разобьет всякие оковы во имя Иисуса. Пусть идет всякая лень, пусть идет всякое беспечие, пусть идет всякая гордыня во имя Иисуса Христа. Да придет твой свет в наши сердца, да придет твоя благодать в наши сердца и да придет твоя вечная жизнь, знание тебя, великого, единого, всемогущего Бога. Отец, открой наши глаза, разбей наши сердца, сокруши нашу внутренность, да придет жажда от тебя, да придет ревность от тебя во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Отец, прости нас, когда мы огорчали Святой Дух, когда мы не повиновались Святому Духу. Боже, прости нас, мы сегодня каемся перед тобой. Отец, мы желаем, чтобы вся полнота твоей жизни, она открылась в нас, чтобы полнота твоей славы, она пришла в нас, чтобы полнота твоей силы, могущественно действовала в нас и через нас. Во имя Иисуса Христа, мы смиряемся пред тобой, мы покоряемся тебе, мы уповаем на тебя, мы доверяемся тебе. Отец, я благословляю сегодня каждого человека в этом собрании. Да придет твой свет, да придет твоя жизнь, да придет твоя благодать, да придет твое царство, да уйдет всякая тьма, всякое рабство, всякое проклятие. Да придет вечная жизнь, во имя Иисуса, да придет жажда в сердца, познание тебя, искание тебя и исполнение твоей воли на этой земле. Во имя Иисуса, и я благодарю тебе, Отец, за то, что ты слышишь нас и отвечаешь нам. Мы отдаем тебе славу, мы отдаем тебе честь, хвалу и благодарность нашему Богу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете присесть. Апостол Павел пишет послание Коринфянам о величайшем служении, которое мы совершаем. Знаете, без Духа Святого это все просто обряд, который кроме осуждения ничего не приносит. Только Дух Святой вдыхает жизнь во все, что мы делаем. Он Дух Жизни. Он все оживляет. У него сила воскресения. Аллилуйя. И апостол Павел говорит в 11 главе послания Коринфянам. Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарил, преломил и сказал, примите и идите, это из тела мое за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерей сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, в смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человеки таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Иисус сказал, пожалуйста, братья, пройдите сюда. В последний раз, когда он был с учениками, он взял хлеб, вас благодарил, преломил и сказал, это есть мое тело за вас ломимое. Мы сейчас помолимся, помолимся за хлеб, чтобы нам принимать его верой, как тело Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы Дух Святой сделал это реальным в нашей жизни. Давайте мы встанем, помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Новый Завет в крови Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за жертву Иисуса, за Его пролитую кровь, за Его ломимое тело. И мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня можем через хлеб и вино приобщаться к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. И мы просим Тебя, Господь, сделай чудо с нами сегодня. Пусть Твоя жизнь придет в нас, пусть Твоя слава наполнит нас, и пусть имя Твое прославится через нас. Помоги нам все это делать верой во имя Иисуса Христа. Я благословляю, Господь, каждого человека. Да придет вера от Тебя, да придет дерзновение от Тебя, и пусть имя Твое во всем этом прославится. Тебе одному да будет слава, Тебе одному да будет честь и хвала, Царю и Богу нашему во веки веков. Аминь. Иисус сказал, это есть тело мое за вас ломимое. Творите это в мое воспоминание. Могут участвовать все, кто принял водное крещение в мире с Господом и людьми. Принимайте верой, как тело Господа Иисуса Христа. Я склонюсь у креста, где простил Ты меня и милостью покрыл. Я лишь гнев заслужил, но Ты все позабыл и кровью грею омыл. Милость, милость, как море без границ. Милость, милость, как море без границ. Пою я, Аллилуйя, Тебе Бог вечно сил. Я стою у креста, где простил Ты меня и милостью покрыл. Я лишь гнев заслужил, но Ты все позабыл и кровью грею омыл. Милость, милость, как море без границ. Пою я, Аллилуйя, Тебе Бог вечно сил. Милость, милость, как море без границ. Пою я, Аллилуйя, Тебе Бог вечно сил. Милость, милость, как море без границ. Все желающие участвовать приняли хлеб. Также чашу после вечерей сказал, «Эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Всякий раз, когда вы едите хлеб этот, Пьете чашу сию смерть Господню, Возвещаете, доколе Он придет». Дорогой наш Небесный Отец, Мы благодарны Тебе За новый завет в крови Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за новое начало на этой земле. Мы благодарим Тебя за новую эру. Мы благодарим Тебя за наше спасение Через жертву и кровь Иисуса. Мы благодарим Тебя за то, Что кровь Иисуса очищает и умывает нас от всякого греха. Благодаря Его крови мы имеем право приходить К престолу благодати и милости И обретать благодать и милость До благовременной помощи. Отец, благослови наше сердце, Чтобы нам сегодня принять это вино, Как кровь Иисуса Христа. Чтобы все богатства жертвы Иисуса, Они открылись в нашей жизни Во имя Иисуса Христа. Да будешь Ты прославлен, Господь. Мы благодарим Тебя За все, что Ты делаешь в нас и через нас. Тебе, Отец, вся слава и честь Во веки веков. Аминь. Сия, чаша, есть новый завет в моей крови. Сия, творите, когда только будете петь Мое воспоминание. Преломлять будем хлеб Вспоминать о любви Из чаши Божьей пить Были мы далеки, Но Ты взял наш подсор И на кресту приеми Милость, милость, как море без границ. Милость, милость, как море без границ. Пою я, Аллилуйя, Тебе, Бог, мечности. Буду вечно восхищаться, Буду вечно восхищаться, Как чудесна Твоя милость, Буду вечно восхищаться, Как чудесна Твоя милость, Буду петь я, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Буду вечно восхищаться, Буду вечно восхищаться, Буду вечно восхищаться, Буду вечно восхищаться, Как чудесна Твоя милость, Буду вечно восхищаться, Буду вечно восхищаться, Аллилуйя. Все желающие приняли участие. Вы знаете, интересное место написано в послании к евреям Мы как раз разбираем сейчас послание к евреям Столько много интересных вещей Бог открывает Вот обратите внимание, первая глава евреям Присядьте одну минуточку, мы потом поблагодарим Бога Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках В последние дни эти говорил нам в Сыне Которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил Бог говорил в пророках, затем Он говорит, Он говорил в Сыне Вторая глава Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердое, всякого преступления И непослушание получало праведное воздаяние То как мы избежим вознеродев о столь великом спасении Которое, быв сначала проповедано Господом В нас утвердилось слышащими от Него При засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами Различными силами и раздаяниями Духа Святого по Его воле Павел говорит, Бог говорил в пророках Через ангелов дал закон Говорил через Иисуса Теперь Он говорит в Духе Святом И Он говорит, если мы всем этим пренебрежим Как мы сможем избежать? Поэтому, Господи, дай нам Твой страх Оценить то, что мы имеем И воспользоваться этим огромнейшим благом Которое живет внутри нас Дух Святой Аминь Давайте мы поблагодарим Бога Давайте мы станем Дорогой наш небесный Отец Мы благодарны Тебе За то, что Ты говорил в пророках За то, что через ангелов Ты давал закон Ты говорил через Своего Сына Ты говоришь сегодня Духом Святым Через Твое Слово Отец, благодарим Тебя Благослови наше сердце Сделай наше сердце доброй почвой Чтобы Твое Слово Оно укоренилось в нашем сердце Чтобы оно было растворено верой И чтобы оно принесло обильный плод для Твоей славы Чтобы мы не были слушателями, забывчивыми Которые обманывают сами себя Но чтобы мы были блаженны в Своем действовании Во имя Иисуса Христа Господь, это слово, которое мы сегодня слышали Пусть оно растворится верой в нас И принесет плод для Твоей славы на этой земле И мы благодарим Тебя За то, что Ты сделаешь это Слава Тебе, Отец Во веки веков Аминь Присядьте, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте! Yeah! Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому!